Осталось разобрать еще пару операций. Перемещение, переименование и удаление. В отличие от копирования, при перемещении в рамках одной файловой системы нам не нужно создавать копию данных, нам просто нужно изменить путь к этому файлу. Для этого нам не нужно затрагивать сами данные, достаточно просто создать жесткую ссылку в новом месте и удалить в старом. За это отвечает команда move. Синтаксис команды и ключи во многом сходятся с ключами команды copy. Та же интерактивность с ключом и, тот же апдейт и все такое. Для примера, чтобы переместить файл в директорию, пишем move, файл и директорию. Но, в отличие от копии, при перемещении директории нам не нужно указывать опцию рекурсивно, то есть достаточно написать move, директория и директория вторая. Вы можете спросить, а почему move для директории не нужна рекурсия? Все дело в том, что директория это специальный файл, внутри которого есть список жестких ссылок, которые находятся в этой директории и две специальные жесткие ссылки, на себя и на директорию выше, точка и две точки соответственно. То есть, перемещая директорию, вы просто перемещаете лист, при этом вам не нужно ничего делать с файлами, указанными в этом листе. Но все вышесказанное работает в рамках одной файловой системы, так как жесткие ссылки это часть файловой системы, они содержат номер и нода, а не данные. Поэтому перемещение из одной файловой системы в другую, это просто копирование данных с удалением того, что было, хотя это делается той же командой move. Теперь про переименование. Помните, имена файлов это жесткие ссылки, которые содержат собственно, имя и номер и ноды. Собственно, поменять имя, это создать жесткую ссылку с новым именем и удалить со старым. Именно этим у нас занимается команда move. Поэтому, если вы хотите переименовать файл или директорию, просто используйте move. Что касается удаления, как вы думаете, с чем оно работает? Да, опять же, с жесткой ссылкой. Для удаления используется команда remove, то есть rm. Например, rm файл. Опции во многом совпадают с предыдущими командами, та же интерактивность с ключом i, та же рекурсия, если мы удаляем целую директорию со всем содержимым. Можем разом удалить несколько файлов и директорий. В общем, все как при копировании. Ну или, допустим, если вы хотите удалить все в текущей директории, rm-r и звездочка. Кстати, одна из самых мемных команд, rm-rf slash, удаляет все в корне, включая все поддиректории, то есть все файлы в системе. Поэтому будьте внимательны, когда выполняете команды. Помните, я говорил, что файл существует, пока есть хотя бы одна жесткая ссылка на него. В прошлый раз мы создавали жесткую ссылку с помощью команды copy с ключом l, но обычно для создания жестких ссылок используется команда link. Ln. Синтаксис довольно простой. Ln, файл и имя для новой жесткой ссылки. Но жесткие ссылки работают только для файлов, а не директорий, так как жесткая ссылка для директорий может создать проблему в файловой системе. Жесткие ссылки можно создавать и удалять, друг на друга они никак не влияют. Жесткие ссылки часто используются при бэкапе данных. Когда у вас есть копия данных, изменились только некоторые файлы. И вместо того, чтобы копировать в новую директорию абсолютно все, вы просто кладете туда новые файлы и жесткие ссылки на неизмененные файлы. Это позволяет здорово сэкономить место, так как жесткие ссылки практически ничего не весят, в отличие от копий данных. Кроме жестких ссылок существуют еще символические ссылки. На английском кроме символинг-линк часто говорят софт-линк, но на русском больше закрепилось выражение символические ссылки. Символические ссылки ссылаются не на иноду, а на жесткую ссылку и создаются с помощью ln с ключом s. То есть ln, defis s, файл и имя для ссылки. Также символические ссылки работают с директориями. Такой ссылке вообще плевать, есть файл или нет, удалили или не создали. Символическая ссылка может ссылаться на файл и на других файловых системах. Символические ссылки можно увидеть с помощью команды ls-l. Эта команда дает много информации, но сейчас нас интересует первый символ и последний столбик. Первый символ говорит о типе файла. Если defis, то это обычный файл, а правильнее жесткая ссылка. Если d это директория, если l это символическая ссылка. А в последнем столбике видны имена файлов и директории. Рядом с символическими ссылками стоит символ, показывающий на какой файл ссылается символическая ссылка. Если этого файла нет, допустим удалили, то ссылка все еще остается и становится битой ссылкой. Ссылки это специальные файлы, а значит удаляются простой командой rm. Многие новички путают символические ссылки с ярлыками, но это не так. Ярлык относится к графической оболочке. Ему можно поставить описание, иконку, а также прописать какую-то команду запуска, чем активно пользуются вирусы на флешках. Вы, возможно, сталкивались. Вставили флешку в чужой компьютер, а там все содержимое превратилось в ярлыки. Люди ведутся на обман, щелкают по ярлыкам. А в этих ярлыках, как правило, содержится команда для запуска какого-нибудь скрытого вируса, который прописывает себя в планировщик задач. И многие антивирусы просто не реагируют на такое поведение. Но символические ссылки больше относятся к файловой системе, а путают их, потому что применение примерно одинаковое. Допустим, если вам нужен простой путь к какой-то директории или файлу. Допустим, если хотим видеть в домашней директории какую-нибудь другую директорию. Или, допустим, какая-то программа всегда работает с определенной директорией, и вам это нужно поменять. Например, выложить эту директорию на сервер. Это, конечно, зачастую можно сделать и в настройках программ, но ситуации бывают разные. Итак, мы рассмотрели, как создавать, копировать, перемещать, удалять файлы и директории, а также разобрали жесткие и символические ссылки. Многое из этого, хотя и не все, можно делать и через графический интерфейс. Но, когда речь идет о серверах, ставить на них графический интерфейс не стоит. Это пустая трата ресурсов и теоретически новые уязвимости. Эти все команды довольно простые. Если вы будете практиковаться, то многие из этих операций проще будет для вас сделать через командную строку, даже при наличии графического интерфейса.